И снова доброе утро всем, кто просыпается в нашей компании. Утро на седьмом продолжается, и продолжаем мы с очередным гостем. Почему вы и нет? Таких гостей мы всегда рады встречать в утре на седьмом канале. Прошу встречать, Роман Русс, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро, ребята, доброе утро. Рады вас видеть в утре на седьмом. Взаимно, спасибо, я вас тоже. Ну и, конечно, будем расспрашивать о масштабном конкурсе, в котором вы непосредственно принимали одну из главных ролей на себя. Яскравидит и Украина. Да, это большой мегапроект. Аналога такого проекта нет сейчас в Украине. Это проект, который подвязан к известному конкурсу Sanremo. А точнее, Sanremo Junior. То есть это дети от 6 до 15 лет, которые могут принимать участие и участвовать в данном проекте. У нас большая команда, которая объехала практически все регионы Украины. От каждой области был ребенок. То есть все наши области, детки. И 16 марта был финальный концерт, где все эти дети выступили на главной сцене Украины. Это дворец культуры Украины, искусств, дворец искусств, палац Украины. И победила девочка из Херсона, Лизочка, которая поедет в Sanremo представлять нашу страну. Вот так. Конкурсов сейчас огромное количество. И детских тоже. Но, к сожалению, стоит отметить, что, наверное, 70% из них однозначно коммерческие. Для того, чтобы принять в них участие, родителям стоит отдать весьма значимые суммы. А возможность такую имеют далеко не все. Этот конкурс относится к таким? Нет, это не коммерческий конкурс. Вот этот конкурс сделан для детей. Причем мы прослушивали тех детей, которые в области. Дети, которые не обладают родителями какими-то большими финансовыми ресурсами. Но дети настолько талантливые. И один из последних отборов у нас был в Краматорске. Мы поехали со всей командой. Причем замечу, что дети играют под живой состав. 15 человек бэнд. То есть это не минусовка, это не плюсовка. Это живой оркестр. Для них опыт какой? Они просто в шоке. От счастья. И последняя область была Краматорск, где мы прослушали Донецких, Луганских. И приехали дети из Крыма. Представляете? И это было со слезами на глазах. Это было очень трепетно. Поэтому я надеюсь, что песня и творчество объединят как-то Украину вообще и все, что происходит у нас сейчас. Насколько высоко вы можете оценить уровень детского сейчас творчества, детских талантов? Потому что мы знаем, что их весьма много, но, к сожалению, особенно в отдаленных регионах деткам тяжело иногда развиваться. Это правда, но знаете как, вот, наверное, я не был таким талантливым ребенком, да, вот таким певческим, как сейчас дети. То есть дети настолько грамотные, дети настолько понимают репертуар, что я просто горжусь нашими ребятами. Вот от 6 до 15 лет, это просто потрясающие дети были. Вот, и я с ними занимался. Как преподаватель, вот что такое самое главное для себя отметили? Или был ли опыт работы с такими вот совсем маленькими детками? Ведь 6 лет, это, ну, просто лепи с него что хочешь, значит, поддается всевозможному влиянию. Ну, учитывая то, что я многодетный отец, да, у меня трое, поэтому какой-то опыт не самый плохой у меня есть. Вот, и вначале дети меня воспринимали как страшного бабая, но потом... Ну, собственно, можно понять, что это для детей. Вот, но потом настолько все понимают уже, да, что я от них хочу, как они должны работать. Вот, для меня очень главное, это не распевки ми-ми-ми-зи-зи-зи там и так далее, а для меня очень важно, это сценический образ. Вот, и я всегда им говорю, если ты вышел на сцену, то покажи, что ты делаешь, для чего ты сюда вышел. Вот, и, ну, дети делали все, все как бы то, что я просил, и все, что просили тренера, все остальные. Над проектом работала большая команда режиссеров, и все номера продумали концептуально. Есть у нас, кстати, видео того, как проходит этот конкурс. Давайте посмотрим, а вы параллельно расскажете, может, нам несколько из-за кулисных историй. Хорошо. Вот сейчас Верочка Кикелия, с которой мы очень дружим, это финалистка «Голос Краины». Вот, потрясающая певица, которая поет с ребятами, она тоже готовила номер, вот, я тоже потом выступал. А сейчас композиция Сережи Бабкина. Дэ бы я, дэ бы я, дэ бы я, дэ бы я не был. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот, Верунька поет. Вот, как вы видите, Палац Украина, 3,5 тысячи посадочных мест, полный зал, вот. Было очень серьезно, колоритно. Какие звезды участвовали в концерте? Да, был Монатик, была Таяна, была Илария, народный артист Петрыненко, Тарас Гренальдович, вот, Юрий Репчинский, вместе с нами в жюри, вот, ну, такие все достойные. Именитые звездные тренеры. Совершенно верно, да, да. Поездка в Сан-Ремо Джуниор, это невероятная просто путевка в творческое будущее. Знаем, что этот конкурс проходит под эгидой ЮНИСЕФ, и дети там получают просто огромнейший толчок. Да, это правда, вот, и для Лизочки, вот, которая победила, я думаю, что это будет очень серьезный прорыв, причем два года назад она победила на Черноморских играх. Вот, поэтому ребенок очень уже грамотный, вот, и очень сильный, и мы будем за нее болеть уже в Сан-Ремо. Соревнования будут проходить и дальше, так как это франшиза на некоторое время, да, на пять лет, если не ошибаюсь. Да, франшиза, я скажу, видит и Украины на пять лет. Пока что прошел первый год, первый сезон, отборы, финал, вот. Вот, с июня месяца запускаются уже следующие кастинги, поездки по городам, вот, и второй год этого мероприятия. А сейчас каникулы, нас смотрят дети, явно у многих загорелись глаза и с криками «хочу-хочу». Три возрастные категории. Да, первая категория с шести до девяти, вторая с девяти до двенадцати, и третья, по-моему, с двенадцати до пятнадцати. Вот, предел. Как попасть на кастинги, на отборочные туры, где искать информацию? Фейсбук, я с краю видит Украина, официальная страница, вот, смотрите за новостями. Пишите, следите. Мы не смогли объехать все области, это не получилось. Но дети присылали свои видеовизитки. И уже те дети, которые прошли, вот, мы их вызывали в Киеве, и был отбор уже в Киеве. Вот, поэтому следите, как бы, за Фейсбуком. Насколько вообще сложно говорить «ребенку нет» вот в данных условиях? Понятно, что это конкурс, понятно, что в этом есть какая-то необходимость, да, но как-то со взрослыми, наверное, все это проще. Совершенно верно. Детям сложно говорить. Много слез, понятно, много разочарования, но ведь это конкурс. И я думаю, что у них впереди еще за плечами столько будет побед и участия, что я так или иначе ими горжусь, вот, и у них все получится. Вы, как отец, воспринимаете эти конкурсы, как вы думаете, благоприятно воздействуют на детей? У многих все-таки очень скептическое мнение по отношению к детским конкурсам, так как, когда дети скажут, слышат «нет», то некоторые все-таки могут и сломаться. Вы что думаете по этому поводу? Ну, эти дети бойцы. То есть, так или иначе, в этом конкурсе и вообще во всех конкурсах, наверное, дети настоящие бойцы, и они понимают, куда они идут. И они понимают, что их ждет. И эти дети, на самом деле, уже победили. Это лучшие дети, как бы, в Украине, которые смогли пройти этот этап, понимаете? Вот, я не был таким. Я стал уже позже боец. Но не в 6 и далеко не в 15 лет. Вот. После участия в этом конкурсе вдруг закралось где-то желание открыть какую-то детскую школу по вокалу, по такому вот развитию у нас в Одессе? Ну, я провожу тренинги с молодежью. Вот сегодня у меня будет тренинг. Вот. Мне, конечно, интересно работать более со старшими ребятами. Вот. Но, учитывая то, что большое количество молодежи, вот, идет и звонят, и я думаю, что да, мы это сделаем. Какую-то младшую группу, там, с 6 до 10. Вот, кто будет пользоваться спросом. Тем более, мужчин, как бы, в городе мало. И вообще, в Украине мало. Начиная от исполнителей, мы просто по Украине искали, где же мальчики, одни девочки. Ну, вот. Ну, и педагогов, как бы, мужиков тоже мало. Как в Одессе, так и в Киеве, так и в Тарифе. А таких брутальных и подавно. Ну, может быть. Какие ближайшие творческие планы? Ведь до начала нового этапа этого конкурса есть какое-то время, которое однозначно дает еще простор творчества. Ну, пока что немножечко отдохнуть, прийти в себя, вот, собраться с мыслями и дальше уже стартануть по новой программе. Пока что я немножечко релаксируюсь и отдыхаю у себя дома в Одессе. Ближайшие концерты? Все на моей странице, смотрите. Инстаграм, Фейсбук, Роман Руссо, Стронг Сингер. Вы все увидите. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо, что воспитываете новых звездочек для государства. Их действительно у нас огромное множество. А если ваш малыш талантлив, если он любит заниматься творчеством, то ищите подробную информацию о конкурсе «Я скраведитой Украины» в просторах интернета, на страничке в Фейсбук. И обязательно принимайте участие в следующих отборочных турах. Это явно поможет вашему ребенку развиваться. Еще раз напомню, что возраст участия от 6 до 15 лет. То есть практически каждый ребенок может заявить о себе и, возможно, стать будущей звездой, либо же воспитанником, как минимум, Романа Руссо, что тоже очень благотворно скажется на карьере, мы уверены. Но мы будем с нетерпением ждать открытия школы в Одессе. Ну и, конечно, заглядывайте к нам в утро на седьмом с новыми событиями. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был певец, музыкант Роман Руссо. А мы продолжаем эфир «Утро на седьмом канале». И совсем скоро продолжим эфир. Продолжение следует...